А заметили, каким жарким было и это лето, и это осень? Уже вторая половина сентября, а я хожу в майке, и мне не холодно. Кто-то еще даже ходит купаться. Можно считать, что лето в Латвии продлилось еще на один месяц. Ведь днем температура воздуха доходит 20 градусов. В целом, далее это было теплым, особенно если посмотреть по температурным рекордам. По окончанию календарного лета в начале сентября были побиты многие температурные рекорды. Это интересный факт, ведь наибольшее количество летних рекордов побили именно в сентябре, а не летом, когда климатически самое теплое время. И пока одни фиксируют рекорды жары, другие уже приспосабливаются к этим новым погодным условиям. Например, хозяйство Рубули в Салдовском крае. Здесь выращивают сою. И это, в принципе, не самая типичная культура для Латвии. А в этом году ее урожай особенно порадовал фермеров. Агроном меня первое время отговаривал, чтобы не надо, не надо, у нас сой не растет. Я думал, что у нас можно вырасти. И вот за эти 9 лет мы сучились, мы получаем неплохие урожаи. У меня в этом году средняя урожайность 2 тонны 800. Это очень хорошая урожайность для сои. Чтобы выросла хорошая соя, ей нужно количество солнца. Определенное количество солнца, энергии. Соя обычно растет в тропическом и субтропическом климате. Например, в Бразилии, Индонезии и также в США. Бобовая очень любит влагу, тепло и солнце. А оптимальная температура для роста плодов примерно от 21 до 30 градусов. Нам людям просто надо, я считаю, это мое мнение, надо приспосабливаться к тому, что нам предлагает природа. Да, вот в этот год, были у меня годы такие, 17-й год, сырой, холодный. Мы убирали сою в ноябре месяц. Это была маленькая катастрофа. 23-й год, прошлый год, был сухой. Урожайность была намного меньше, средняя урожайность была полторы тонны. Этот год у нас в нашем регионе был очень хороший. Скажем, были влажные, влаги хватало, и солнца было много. Мы первый раз убрали сорт сои Эрику в сентябре месяце. И мы сейчас после сои даже успели посеять озимую пшеницу. Из собранной сои они выжимают масло и делают соевый жмых. А в Риге есть клиент, который закупает сою для производства сыра тофу. Спрос настолько большой, что ферма собирается сеять гораздо больше сои. Нам, людям, которые живут в северных странах, перемена климата, в сторону теплого, нам лучше. Мы в выигрыше. Анастасия Демеденок, Игорь Стас, Никлафс Рубинис, ЛСМ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...